Андрей, здравствуйте! Спасибо вам большое, что нашли время. Приехали к нам на прямой эфир, потому что витамины для детей, мне кажется, для всех родителей самая актуальная тема марта, тем более аптеки. Нам предлагают такой колоссальный выбор мультивитаминных комплексов. Вот тебе и мармеладки, вот тебе и сиропы, вот тебе и конфетки. И дети с удовольствием их кушают. Что же все-таки выбираем? Прием медикаментозных поливитаминов или моновитаминов из аптеки, он не имеет никаких преимуществ. Он не дает никаких преимуществ человеку. Не факт, что они усваиваются. Лучше всего витамин усваивается из пищи, из пищевых продуктов. Прием поливитаминов здоровому человеку доказано, что не улучшает его здоровье. А есть некоторые исследования, которые показывают, что он даже сокращает немного продолжительность жизни. Ребенка же жалко. Ну, на третье четверть. Просто там бедненькие дети муч, бледненькие. Нет, но их многих и заставить-то питаться правильно многим родителям сложно. Может быть, хоть что-то дать профилактически? Можно, да. Иногда дело не в питании, но что-то профилактически нужно обязательно дать. И единственный витамин, который нужно давать всем профилактически, это витамин D. Он вырабатывается в коже, в небольшом количестве поступает с пищей, но в коже он вырабатывается под действием солнечных лучей. Но сейчас мы знаем, что солнце – это не наш друг. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Этот лозунг уже давно в прошлом. Солнце – это наш враг. Ультрафиолет является причиной рака кожи. Причем нет никакой минимальной дозы ультрафиолета безопасной. Если вы будете красиво загорать, то, скорее всего, вы будете способствовать базилиоме. Если вы будете обгорать, то вы будете способствовать... Подождите, а вы как будто из Краснодара приехали, солнце – наш враг. Мы в Питере солнце не видели два месяца. Подождите, а как те самые 15 минут? Говорят же про то, что все-таки 15 минут надо посидеть на солнышке. Вы получите ту саму, даже если вы поехали куда-то отдыхать. На сайте Всемирной организации здравоохранения сказано, что это не так. Нет минимальной дозы, то же самое, как с алкоголем. Минимальной дозы нет. И любая доза повышает риск развития рака кожи. В Питере, да, солнца нет. К сожалению, есть еще солярии. Солярии в цивилизованных странах запрещены. Ребенок два месяца не видел солнца уже. Можно ли им дать витамин Д и какая профилактическая дозировка? Не только можно, но и нужно. И не только детям, но и взрослым. Профилактическая доза крутится около 1000 межоруных единиц в день. До месяца 500. С года до 3 лет немножко повышенная потребность 1500 межоруных единиц в день. А всем остальным, деткам, взрослым – 1000. А вот смотрите, мы сегодня уже говорили о том, что взрослым надо, конечно, принимать витамин Д. Но надо обязательно сдать анализ, потому что важно передозировку организма. Неустроить почки от этого страдают. С детьми как обстоятельно? При таких дозах они рекомендуются абсолютно всем, без всяких анализов. При таких дозах передозировка невозможна. Увеличивать дозы. Очень часто педиатры рекомендуют увеличить дозы, исходя из их представления о том, что у ребенка потные ладошки или еще что-то, или там не зарастает родничок вовремя. Им кажется, что это нехватка витамина Д. Это абсолютно не так. Увеличивать дозировку без анализов – это очень вредно. Можно организовать передозировку. Еще такой момент отмечу, что за рубежом дозировки витамина Д в межоруных рекомендациях меньше. У них 400-500 межоруных единиц в день. С чем это связано? Ну, вероятнее всего, это связано с тем, что за рубежом промышленно обогащают витамином Д продукты. Вот это как раз наши нормы. Просим телезрителей обратить внимание на экран. А я хотела бы напомнить, что вы можете задавать вопросы. Мы работаем в прямом эфире. Обсуждаем сейчас витамины для детей. Считывайте QR-код, который вы видите на экране своего телевизора. Сделайте это легко и просто. Поднесите свой телефон, либо другое, любое устройство, которым вы пользуетесь. Используйтесь и спрашивайте, спрашивайте, еще раз спрашивайте. Вот, кстати, многодетная мама интересуется. У меня 6 детей. Я всю жизнь давала им детские поливитамины. Если я перестану им давать витамины, остановлюсь только на сбалансированном питании. Не будет ли риска недостаточности поступления витаминов в организм из-за привычки многолетнего приема комплексов? Нет, это мама сама придумала. Кстати, родители очень часто что-то фантазируют, какие-то идеи. Это всего лишь фантазия. Ничего такого не будет. А все-таки что лучше? Капсулы, таблетки или какие-то капельки? Вот какая форма лучше? Я думаю, что таких исследований, которые бы сравнивали между собой разные формы витамина D, таких четких исследований не проводилось. Но ведь была даже информационная битва на тему витамина D. Кто-то говорил, что только в масляной основе. Кто-то говорил, что только на водной какой-то основе все это усваивается, а это не усваивается. Дело в том, что витамин D, он жирорастворимый, и он не усваивается, он не растворяется в воде. Поэтому такая простая мысль, люди, зная это, думают, ну, раз продается водорастворимый, ну, наверное, это какая-то ошибка. Но люди, поверьте, производители витамина D не глупее вас, они это знают. И водорастворимый витамин D это не раствор, это мелкодисперсный взвесь. Естественно, он там не растворен, а он просто дисперсирован. То есть любые формы можно? Абсолютно. А вот какие еще витамины нужны ребенку для полноценного роста и развития? Смотрите, все витамины, они, ну, мы знаем, что в пище содержатся белки, жиры, углеводы, микроэлементы. И еще вот, и в какой-то момент было показано, что вот белки, жиров, белков, жиров и углеводов достаточно, да, но все равно вот возникают какие-то болезни. И открыли еще такие вещества, они очень разнородные, назвали их витаминами. Представление о количестве этих веществ все время менялось. Сейчас считают, что их 13. 13 веществ называют витаминами. Из них 4 жирорастворимых витамина и 9 водорастворимых витаминов. Они имеют определенные названия. Для того, чтобы зрителям стало еще понятнее, мы подготовили специальную плазму. На ней сейчас будет достаточно подробная информация про витамины. Да, вот давайте разберем. Смотрите, витамин К, это от слова коагуляция. Коагуляция просто на немец, это открыл немец, датчанин его, получил за эту Нобелевскую премию. Это единственная Нобелевская премия, которая получена за открытие конкретного витамина. И коагуляция просто по-немецки пишется с буквой К, а не с буквой Си. Витамин К действительно в этом участвует. И клиническое значение, то есть где мы на практике с этим сталкиваемся? Мы на практике с этим сталкиваемся в роддоме. В роддоме, вы знаете, что всем вводят Викасол. Это форма А за рубежом, другой препарат, которого у нас нет. Вводят витамин К из-за того, что есть 4 фактора свертывания крови, которые зависят от витамина К. Они витамин К зависимые. И если будет нехватка витамина К, то будут возникать кровотечения. Поэтому подчеркну, нельзя отказываться от инъекций Викасола в роддоме. Потому что есть то, что раньше называлось геморрагической болезнью новорожденных. Сейчас называется витамин К, дефицитная кагулопатия новорожденных. Она очень страшна, и она может сразу начаться и кончиться внутримозговым кровоизлиянием. То есть не отказываемся, двигаемся дальше. Витамин А – это зрение костное, мышечная и хрящевая ткань. Витамин К, мы еще не сказали, что он жирорастворимый. Витамин А тоже жирорастворимый. Тут давайте вот такой момент про все витамины скажем. Вот что я хочу подчеркнуть, и может быть несколько раз еще подчеркну, что нет таких вот симптомов у витаминов, знаете, что какая-то слабость, усталость, еще что-то. Нехватка каждого витамина имеет конкретную нозологическую форму. Про витамин А. Нехватка этого витамина – это куриная слепота. Вы можете подозревать его только тогда, когда вы не видите в темное время суток. Дефицит витамина В7 действительно дает энтерит, дает дерматит, может давать аллопецию. Но обратной логической цепочки нет. Нельзя любой дерматит лечить нехваткой. Это редкая причина дерматита. Самые частые причины дерматита – это нехватка в коже филогрина, атопический дерматит. И лечение проводится именно кожей. А не нужно искать поиск каких-то внутренних причин дерматита. Как педиатр, насколько часто вы вообще видите гиповитаминозы в реальной практике? Гиповитаминозы крайне редко. Это казуистическая ситуация. В реальной практике жалобы на слабость, утомляемость, они объясняются совершенно другими причинами. Если говорить о дефицитах, о нутриенных дефицитах, то самый частый нутриенный дефицит – это дефицит железа.